Вернуться у минулая на 74 годы. У Гомельском районе отбился историко-полевый выход и ретро-пробег по местам боевых дней у 1943 года. Военно-историчное клубное объединение «Гонор-мундира» проводит его што год и по мягчимости максимально наблюжает реконструкцию до эпохи минулыха. Старт далеко для братской могилы воинов-вызволителей у населенном пункте Церуха Гомельского района. С подробностями Ганна Ковалева. У этой братской могилы сотни солдат 30-мой гвардейской рыбческой стрелковой дивизии, які отдали свои життя за вызволение везки Церуха. А пешние пять годов, в эти восенские дни, сюды проезжают представники военных комиссариатов региона и члены военно-историчного клубного объединения «Гонор-мундира», чтобы скласти вянки и ушановать память загинувших, для некоторых это место особливое. На мемориальных плитах знаемые прозвища и имены. Мой прадедушка, моя прабабушка, они все здесь. Их погибли за несколько часов до освобождения деревни. Хотя до этого шло какое-то итальянское подразделение, итальянцы предупредили, смотрите, ездит немецкая группа, которая защитками занимается, убивает людей, жжет дома. Но не поверили. Но тем не менее, ворвалась немецкая группа, вот окружили деревню, кого похватали, загнали в дом и подожгли. Мне, наверное, как помню, себя, наверное, года четыре у нее было, ко мне сюда первый раз привели, дедушка рассказал. Это же могила, это же не просто там ради красного столца какая-то дождичка. Здесь реально прах этих людей лежит, да. Раз некольких годин после забойства безминных людей в вёску пройшла 37-я дивизия. Миновита с ЕЕ уделом. И в этих местах ишла Хомельско-Рейчерская наступальная операция. Яна стала первым кроком на шляху до вызволения всей Беларуси. Отсюда распочались первые километры беларусской земли, свободные от немецко-фашистских захопников. Отступление ворогов ишло по ночам. Боевой маршрут пролягал прозраку сож, которую нашим солдатам пришлось афорсировать. На военной технице ЕЕ переодольвались до помогой пероправы и одразу уступали в бой. Наступление подтримливала авиация. Прос полтора месяца был вызволен и первый областный центр нашей краины – Гомель. А прос 69-го года энтузиасты, чьи родные, особисты, бачили те подеи, организовали военно-историчную реконструкцию. Объединение «Гонор-мундира» проводит ЕЕ что год на протягу 5-ти годов. В деле этого в Гомельский район съезжаются люди из всей Беларуси и российского помежа. В целом в мероприятии участвует около 40 человек. С самим реконструктором им очень интересно, они живут этим. То есть, ребята, вы видите, с собой у нас только аутентичные вещи, только аутентичные шинели. Точно так же бойцы ночевали в лесу в 6 градусов и так далее. То есть, выживали. Мы на пароме переправимся с броневиком. Ну а ребята пешим ходом переправятся, форсируют тоже реку. Ну и далее у нас наши коллеги имитируют именно того противника, который находился исторически на тех позициях. Броневик БА-64, автомобиль ГАЗ-67. Миновитах этой модели техники промали уделу наступальной операции. Некоторые машины члены объединения обновляли самостоянно за властные сродки. Среди дельников объединения энтузиасты из всех кутков Беларуси, не только. Дарыча, пресс-два годы «Гонор-мундира» означает 10-ти годовый юбилей. Ганна Ковалёва, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель».